В 1299 году власти Флоренции, а вы помните, что Флоренция был тогда один из самых лучших, самых свободных, самых-самых-самых замечательных городов мира, власти Флоренции запретили писать числа столбцами и использовать индийские цифры. Почему? Повторяю, в 1299 году власти Флоренции запретили использовать индийские цифры и запретили писать числа столбцами. Может, потому что через год был бы 13-й год? Что? 13-й год? Индийские, они же арабские. Это те самые цифры, которыми мы с вами пользуемся сейчас. Казалось бы, очень странно. Зачем же они их запретили? Если что-то запрещают, значит, скорее всего, это есть. Понимаете, вам никто не запрещает залезать на жирафа, потому что в Москве же арабские цифры, понимаете? Едет. Вот. А вот, да? Да, в принципе, запрещено быть животными. Понимаете, запрещают обычно что-то такое. Нет, власти Флоренции не были идиотами. Еще раз, был это замечательный город. Это не было какой-то религиозного комиссия. Наоборот, это была абсолютно рациональная, разумная мера. Для чего? Для удобности. Когда вам что-то запрещают, значит, вам стоять неудобно нет. Кто знает. Ну, может быть, это был торговый город, поэтому легче так считать, и поэтому... Торговый город. Флоренция действительно была... Укроплебага. Одним из важнейших именно торговых городов мира. И важно понимать, что эпоха Великой Географических Открытий, она очень связана с Флоренцией. Сказалось бы, Флоренция не около моря, однако корабли в Америку флорентийцы снаряжат. Вот. И, между прочим, вы знаете, откуда взялась статуя свободы? Ну, ее подарили. Ее подарили. Подарили кто? Имправо. Подарили французам. Отлично. А с какой статуей они ее сделали? Скопировали? Коустром. Нет. Они ее скопировали с статуей, расположенной во Флоренции. Ребята, дело в том, что Флоренция была одним из самых свободных европейских городов того времени. Достаточно сказать, что когда вы там входите в главный, абсолютно великий, очень красивый храм Флоренции, то на входе вы вдруг видите архитекторов. Тех, кто строил. Тех, кто строил. Прямо у входа таблички с архитекторами, которые это строили. Когда вы чуть дальше проходите, вдруг слева вы видите рыцаря на коне. Огромное такое панно. И так далее. В некотором смысле она была абсолютно атеистическая. И не случайно Галилео Галилей именно из Флоренции. И когда он был осужден церковью, то вы знаете, как Флоренция исполнила этот приказ. Знаете? А? Ну как это? В какой-то момент Галилео Галилей, значит, проругался с Папой Римдием. И церковный суд заставил Галилео отречься от его взглядов. Замечательно. И приговорил к тому, что называется домашний арест. Сейчас. Ну. Так вот, Флоренция выполнила постановление суда. Галилео Галилею был выделен огромный парк, в котором стоял дворец, размером не меньшего всего этого здания, в котором вы сейчас находите. И было объявлено, что Галилео Галилей будет отбывать свое домашнее заключение вот в этом дворце и в этом парке. И его запрещено выходить за пределы Парста и парка. Понятно? Понятно, да? Нет такой домашний арест. Да. Любому из нас такой домашний арест очень понравился. Нет, разумеется, Галилео это совсем не нравилось, потому что он бы хотел, чтобы он был свободой пользоваться. Но это сильно лучше, чем если вас сожгли на костре, правда? Да, да. Вот. То есть Флоренция была городом абсолютно свободолюбимым. Я просто не знаю, я уже много раз эту историю рассказывал. Помните, как там устроено купол главного собора? Парка на помощь. Очень много лет его просто не могли построить. То есть построили вот это здание, построили, ну, что называется, место, которое должно было быть перекрыто, быть куполом. А дальше возникла проблема, что слишком оно большое и совершенно непонятно, как его, да, вот, если я правильно помню, называется это Санта-Мария-дель-Фиоли. Да. Вот это вот, вот это вот, огромный комплекс. И дальше, значит, водителя, ну, надо построить купол. Так вот, я внутри этого купола был. Ну, ничего, там ходил. Более того, мне даже удалось там подняться на самую самую лихушку и посмотреть конференцию с этой точки, и это очень красиво. То есть Флоренция, город просто идеально в архитектурном отношении, совершенно потрясающе. Так вот, так вот, как было сделано, что этот купол, в принципе, стоит? Смотрите, первое, сейчас сделали очень просто. Из хорошей стали, понятно, да? Стальной купол, стекло и стали. Замечательно. Но тогда стали не было. Фактически в их испоряжении был дюрпич. Ну, в ближнем году деревянные малышки. Да? Дерево, кирпич. Ну, и, естественно, растворится. Так? Так. Вопрос. Как сделать купол? Совершенно гениальная идея. Терпич, разумеется, много. Если вы собираетесь сделать большой камень, им накрыть, и потом изнутри выдолбить, во-первых, такого камня нет, по-вторых, вы его не дотащите, а, в-третьих, пока вы его будете долбить, вы его расколете. Долблю. Вот. Ничего хорошего не будет. Так вот, ребята, совершенно гениальная идея. Идея, там, 600-летней, даже больше давности. Идея такая. А скульптор догадался, что надо построить двуслойный. Как? Да? Смотрите. Ведь чего мы на самом деле хотим? Мы хотим, чтобы эта конструкция была прощей. Каким способом, ну, в норме надо добиваться прочности? Ну, знаете, бывает, стена в один кирпич, в полтора кирпича, в два кирпича, да? Ну, чем больше, тем лучше. Ну, да. Замечательно. Так что, по идее, казалось бы, надо здесь взять толстенный слой кирпича и положить там. Почему это нельзя? Потому что, если чудовище толстый слой кирпича положить, то подвесом своим, он просто все продавит, раскрошится, будет чудовищное давление, да? Да. Вот. А дальше архитектор понял, что если у вас есть толстенный слой кирпича, и вы в нем внутри высверливаете дырочек, то на самом деле прочность конструкции практически не меняется. Вес резко облегчается, а прочность почти что не уменьшается. И он догадался сделать так. Сплошной тонкий слой кирпича здесь, сплошной тоже тонкий слой кирпича здесь, а между ними такие переборки. На этом состоянии все-таки здесь есть слой, но чтобы твердь не падал. Потом пустое место, потом опять слой, потом пустое место и так далее. И вот между этими двумя стенками можно ходить. Вот я там ходил, ну и не только я, все туристы там могут ходить. А как там поедете? Пустоите, вот одна стенка, другая стенка, между этими стенками идешь. Ну, там пошли. Ну, понятно. Ну, примерно так вот. Не думайте, это вам не подземелье. Так вот, инженерное конструкция совершенно замечательное. А теперь смотрите, что там нарисовано. Повторяю, он огромный. Повторяю. Его, в принципе, видно и снизу, но у меня зрение плохое, поэтому, конечно, основное счастье я испытал, когда я вот сюда поднялся и стал, ну понятно, стал совсем все видно. Хотя и снизу более-менее видно, а у кого хорошее зрение вообще все видно. Ребят, сделано так. Вот здесь внизу нарисованы страшные сцены из ада. Ну, там черешник, что-то такое. Но нарисовано это, я бы сказал, достаточно спокойно. То есть вот в большинстве православных, в большинстве католических, там все время кости какие-то. там напоминание о смерти, помни о смерти, истязай себя, и так далее, и так далее. А там все очень спокойно. Ну да, ну мертвые, ну черти. Но без надреков, без того, что… Дальше. Чуть выше. Естественно, всякие сценки из чего? Из нормальной жизни? Да. И вот нарисованы со вкусом, красиво, очень так оптимистично. Самые-самые разные. Которая площадь здесь огромная. Всего-всего нарисовано. Естественно, что черти некоторые пытаются, значит, это самое. Что-нибудь такое ученить нехорошее в разных местах. Дальше кто идет? Рай. Да. Рай, ангелы, там, всякие святые. Вот, все красиво, замечательно, звезды. Все понятно, да? Внимание. И это заканчивается вот примерно на таком уровне. Все эти, и Бог, и Дева Мария, и все-все святые заканчиваются вот на этом уровне. И, кстати, ровно на этом уровне там есть такой коридорчик вокруг всего этого, по которому можно ходить и все это вот вот рассматривать. Ну понятно, да? Чтобы было хорошо видно. Это вот здесь вот. И, кстати, снизу не видно, что люди там ходят, а когда там ходят, то все и они. Вот. Там просто действительно удобный передор. Вот. Отлично. А что нарисовано здесь? Да. Архитектор. Ребята, а вот здесь вверху, внимание, надо святыми, над Богом, над Девой Марией, над всеми, над всеми, всеми, нарисована просто группа рабочих инженеров. Почему себе? В позах, которые совершенно четко показывают, что это мы вас придумали, вас создали и так далее, и так далее. То есть это удивительная вещь. Главное церковное здание в городе и абсолютно показывающее, что люди важнее всего и что в конечном счете и всех святых, и всех богов придумали люди. Что называется? Мы их придумали, хотим изменим, хотим усовершенствовать и так далее, и так далее. Вот такая была Флоренция, причем многие-многие годы. И именно поэтому все искусство возрождения, оно пошло именно из Флоренции. Когда вы заходите в любую церковь православную, какого цвета иконы? Какие краски используются? Черная и желтая. Черная и желтая? Все. Замечательно. А какие краски используются в иконах Флоренции? Все. 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 Яркие, красивые, зеленые, любые, черные православные. Ребята, что такое на самом деле православие? Православие – это правая вера, истинная вера. То есть до определенного момента православие и католики развивались вместе. И в некоторый момент пришел осколок. Те продолжали развиваться, а православные затрамотились и сказали, что все, дальше не будет прогресса. И там, я не помню, в каком году был тот собор великий, на котором мы разделились. Схизма? А? Где была схизма? Да-да, где разделились. Я не помню, был год, там, 1100-й какой-то. Что-то в этом роде. Вот. И все. И с того момента православная церковь не меняется. А католичный-то продолжал развиваться. И поэтому вы там совершенно запросто видите. Да, кстати, отношение к человеческому телу. Понимаете, какое было флоренце? Ну, что это? Вы можете увидеть в православной церкви изображение голого человека? Нет. Абсолютно нет. Нет. Абсолютно нет. Это абсолютный запрет. Тело греховно, человек – это грешник, и так далее, и так далее. Отлично. В одном из музеев, внимание, в одном из музеев флоренцы есть две в высшей степени красивые скульптуры – Адам и Ева. Одноженные дела. Идеальные, как сады, и различные скульптуры. Все замечательно. Так вот, ребята, в течение многих-многих-многих десятилетий эти скульптуры стояли в том самом храме. То есть, тогдашние флоренцы спокойнее относились, чем даже нынешние итальянцы. Нынешние итальянцы потребовали, чтобы эти скульптуры убрали из храма и перевели бы в музей. А тогдашние – ничего не понятно. Ну и так далее, и так далее. Это действительно совершенно великий город. Так, а теперь вопрос. Простите, а почему же… Да, почему? Я думаю, что это великих неуществах, хотя же связанных с идеей. Нет. Нет. Еще раз. Индейские цифры проникали в Европу постепенно. Примерно в то время они проникали, чуть-чуть до этого началось. Например, 50-70 лет массово начали вводить индейские цифры. Да, ну такой Фибоначо, знаете, Леонархо-Визанский. Да. Вот он их пропагандировал. Да, а что? Может быть, потому что индейцы как… Индейцы тут ни при чем. Индия – это всего лишь передаточный пункт на одно из многих мест, где вот эти цифры возникали и где их совершенствовали. Чего? Быстрее. Совсем просто. Может, им пользовались другие шатроники? Авторское право, что ли? Нет. Ну, это, конечно, круто. Ввести авторское право на цифры. И написал цифру, и с тебя сразу это самое. Какую-нибудь денежку, какой-нибудь фонд, да? Тогда, конечно, да, Индия или кто там сумеет доказать свое авторство, просто, да, богатятся, если за каждую цифру платить. Нет, нет, все прошло. Где Флоренция находится? Флоренция находится в Италии. Флоренция находится в Италии. Она довольно далеко от Средиземного моря. Но, с другой стороны, Италия вся не такая уж и большая. Где Пиза расположена, знаете? Да. Вот. Она расположена более-менее на той же параллели, где Пиза, только... Ну, только не умолен. То есть, севернее, чем Лим. Провинция называется Тоскана. Там в винограднике Дмитрия Анатольевича Медведева, и я его не знаю. Да. Если вы пишете не римские цифры, то скажем, как пишется шестерка? Вот так. Да. Как пишется девятка? Вот так. Замечательно. Теперь смотрите. Шестерка индийскими цифрами пишется так, да? Девятка. Девятка. Пишется так. Отлично. А как пишется нолька? Нет. Вообще никак. А теперь внимание. Что вы можете легко и просто сделать, когда у вас написан ноль? Хотите превратить его в шестерку? Нет. Хотите превратить его в девятку? А если у вас числа написаны столбиком, например, 239, 1470, я не знаю, там, 5281, вы понимаете, что легко сделать человеку, который хочет подделать ваш документ? Взять и написать сюда, например, в ручку. Представьте себе, что это денежные документы. И у вас вдруг что получается? Три тысячи. На три тысячи оказывается больше. Или представьте себе, мы сюда вписываем вот так вот. Это вообще. Это вообще в 10 раз. Понимаете, все увеличилось. Индийские цифры в высшей степени легко подделать. По-либски не слишком. А теперь вопрос. Сохранился ли запрет, введенный в 1299 году до нашего времени? Да. Как он выглядит? Нет. Возможность человечества такая же. Как этот запрет звучит сейчас? Нельзя писать... В официальных документах, ребята. Что нельзя? В документах, типа, нельзя писать индийские цифры? Почему? Пишут же. Ребята, вещь очень простая. Если вдруг вы будете занимать у кого-то в долг и будете писать расписку об этом. Или, не знаю, будете получать какую-нибудь там закладу или что-нибудь, да? Кто? Вы будете писать, там, я такой-то, такой-то, да? Там, сегодня получила такого-то, такого-то, ну, или там, в банке такого-то. Столько-то рублей. Столько-то рублей в скобках и дальше словами пишет эту сумму. Это сохранилось по сей день. Разумеется, когда вы имеете дело с компьютерами, там, разумеется, электронный файл, там другие способы защиты, понятно, все эти пароли и так далее, и так далее. Но, когда вы имеете дело с документацией на бумаге, этот запрет с того года так и действует. Продолжение следует...